Кроме ума, в котором протекает жизнь, и разума, который направляет человека в жизнь, есть еще чувство себя как личности, ощущение себя как личности. Это называется эго в человека, или чувство собственного достоинства. В целом, веды объясняют, что эго действует двумя способами. Или ведет человека к страданию эго, когда человек хочет жить для себя, все делает для себя. Это приводит к страданию, потому что окружающая среда против этого. Вот представьте, допустим, вы живете с человеком, который только для себя все хочет делать. Называет протест, вы окружающая среда у него. Возникает протест, также протест возникает везде, когда человек для себя живет, везде протест. И человек такой живет при страдании. Это проявление эгоизма называется «ложное эго» или «неправильное эго», «насящее страдание». Есть истинное эго или правильное, когда человек перебарывает себя с помощью знаний, заставляет себя служить другим. Например, два способа вести себя в семье. Или я заставляю близкого человека жить, как я хочу, и тогда всегда будут конфликты, или я начинаю служить и пытаюсь с собой быть самим, когда наступать для него. Понимаете, да? Хочется всегда делать так, как не хочется, а с помощью знания и понимания, как правильно жить, можно заставить себя делать как надо. И всегда хочется приводить к страданиям и смерти человека, а как надо приводить к счастью. Например, нам же не надо наедаться слишком много, но хочется. Если человек наедается, то он страдает. Утром не надо слишком долго спать, не хочется. Если человек спит слишком долго, он начинает становиться безвольным, эмоциональным, больным. В отношении надо прощать, а не хочется. Если человек не прощает, накапливаются трудности. Нужно учиться прощать. Когда что-то происходит в жизни, нужно ждать. А ждать не хочется. Хочется быстрее получить. Если человек быстрее пытается получить, он страдает. А если он ждет, он достигает счастья. Надо только выучиться ждать. Надо быть спокойным и упрямым, чтобы король от жизни получать. Радости скупы и грабы. Да? Таких есть не бывает, которые учит жизнь. Услышали? Что есть истинное, а есть ложное. Истинное основано на знании. Истинное предотчинено разуму. Ложное предотчинено никому не подчинено. Оно действует независимо. Как хочу, так и живу. Пошлите нафиг. Так ложное пределы. А истинное эго подчинено знаниям. У человека, когда он преобладает истинное эго, преобладает способность, желание слушать людей и советы. У человека, когда преобладает должное эго, он никого слушать не хочет, не делает как он хочет. И это приводит к конечным сердцем страданиям. Также существуют три состояния всего психического тела. Вся психика живет в трех состояниях у человека. Первое состояние — это когда все подчинено разуму, и человек живет правильно. Его жизнь идет в правильном русле, приносящее ему и всем остальным счастье. Такой слой жизни или деятельности называется благостью. Запомнили благость? Означает, что человек руководствуется знанием для того, чтобы жить. И он живет так, чтобы развивались хорошие четыре характера. Правдивость, скромность, смирение, послушание, доброта, решимость, целеустремленность, правкость. И тогда есть мужские черты характера, хороший есть женский. Когда человек вызывает себе эти хорошие черты характера, он в эту сферу благости заходит в жизнь. Эта сфера благости приводит его к счастью, гармонии, процветанию, долголепию, отсутствию болезни. Все это вместе. Когда человек не может контролировать себя, и какая-то одна идея или какое-то чувство завлекает его очень сильно, и он очень сильно начинает устремляться к чему-то, что выводит его за равновесие, то эта зона называется страсти, зона страсти. Страсть означает неуравновешенность, признаки страсти. Человек начинает очень много работать, мало отвлекать. Или он отвлекается компьютерными играми, или он отвлекается еще чем-то. То есть ему надо смотреть «Мертвый не потеет», какой-то сериал «Постоянный» или «Санта Берегерду», 567 серия. Ну то есть что-то надо смотреть или что-то делать, и он не может остановиться. То есть страсть означает безудерженность. Если человек в лабористике, у него в питании все шесть вкусов имеют гармонию, то человек в страсти у него приглодает какой-то один вкус. Он любит или кислое, или горькое, или соленое, или острое. Понимаете, у него везде есть крайности во всем. Страсти человек изматывает себя. Человек в лабористике приходит здоровью. Человек в страсти изматывается в жизни. Он устанет от жизни. Есть еще один слой в жизни, называется невежество. Когда эгоизм человека вообще не дергается, он подчинен Знанию и подчинен Советам. Человек контролирует свою жизнь с помощью Знаний. Эгоизм, это называется истинным. Человек в страсти, у него эгоизм имеет двоякую природу. Он то правильно думает, то неправильно. У него меняется. Но когда человек находится в невежестве, его эгоизм всегда находится в ложном состоянии и никогда не подчинен разуму. Он делает так, как ему хочется. Так, как ему хочется. И вот этим трех слоям жизни подчинено все в этом мире. Например, Знание имеет три слоя. Есть плакостное Знание, которое учит, как правильно жить. Есть страстное Знание, которое учит, как грести лопатой деньги, иметь славу, власть, как просто добиться человека в жизни. Страстное Знание. Есть невежественное Знание, как ограбить, как выпить, как изнасиловать. Тоже надо знать. Из этого ничего не сделать. Есть опытные вора, есть неопытные. Опытный означает знание, как вора. Их есть знание. Невежественное Знание приходит к страданию, страстное Знание приходит к напряжению. Жизнь становится напряженной, отсутствует время с вокруг. Благостное Звание приводит к счастью и развитию человека. Бывает благостное питание, страстное, неверсное. Бывает сон – благостный, страстный, неверсный. Например, если человек рано ложится спать и рано встает, это благостный сон. Если человек ложится спать поздно и поздно встает – это жизнь у него в страсть, и сон в страсть – он не высыпается. Почему он не спать? Потому что не может вовремя лечь спать, ему что-то его запрекает, манит, он не может остановиться. Поэтому воздух стоит. Сон в страсти не дает отдыха. Человек напрягается от этого. Есть еще невежественный сон, когда человек ночью гуляет, а днем спит. Все наоборот. Человек в невежественный сон наоборот. У человека в страсти все смещено в неправильную сторону. У человека в благости все правильно. Ну, старый слушай. Нормально? Вам еще спите что-то? Есть благостные песни, они нравственную природу имеют. Есть страстные, они имеют природу увлечения, чему-то увлекают. Есть песни невежественные. Обычно благостные песни. Давайте разберемся, что такое благостные песни. Нам песня справа нет, и жизнь помогает мне. Она всегда за собой ведет. И тот с песней по жизни шаранет, тот никогда и нигде не пропадет. Я не жалею ни о чем, о селку даме клей по к дому. А то, что создано трудом, то мне дороже. Патриотические песни тоже благостные. Песни о знании жизни, религиозные песни благостные. «Верю в Тебя, дорогую подругу мою, это спират от смерти меня, темной ночью спасай». Ну, то есть, о любви, о верности, это благостные песни. Страстные песни. О том, о счастье, которое где-то когда-то там, о страстных песнях, о любви, и с точки зрения высших каких-то проявлений, о влюбленности. Цветки сяк-головый день рождения, и сегодня 30 лет, и несут подарок поздравлений, и красивый розовый букет. Розовые розы! Ага! Это один пик с красной песеной. Второй пик, это, ну, как бы, люди в благости живут настоящими. Они испытывают счастье в настоящем. Люди в страсти испытывают счастье от того, что они верят в свое будущее, живут в будущем. Люди в страсти. Они верят в будущее. Вот когда вот я выучусь в школе, тогда я буду счастливым, выучился. Вот когда поступлю в инстуру, буду счастливым, поступил. Вот когда я выучусь в инстуру, буду счастливым, выучился. Вот когда я устроюсь хорошо на работу, тогда буду счастливым, устроился. Вот когда я смогу квартиру, купить, буду счастливым. Купил. Вот когда ребенок вырос, буду счастливым. Вырос. Вот когда наступит поступлю, он поступит, буду счастливым. Поступил. Вот когда внуки вырос, он пацан умер. Видите, в страсте не могут честь дождаться, но в будущем постоят. Птица счастья с давлышнего дня, прилетела крылья без меня, выбери меня, выбери меня. Птица счастья с давлышнего дня. Понятно? Ваша сфотография страсти. Птица счастья с давлышнего дня. Самая лучшая песня не спеет, самая лучшая девушка петит, все еще впереди, все еще впереди. Человек страсти живет мечтой. Человек в невежестве живет настоящими победами, достижениями. Человек в невежестве живет прошлым. Он скорбит. И песня в невежестве наполнена скорбой. Все плотные песни наполнены скорбой. Никакая котинка с фаером приберут. В невежестве наполнены. И пироза это получит. А белый лебедь на пруду, роняет паучу, я звезду. На том пруду, куда тебя я приведу. Понятно, да? Или это портные, или скорбные песни такие со скорбью. Это невежество. Люди, которые живут невежество, они любят невежество. Они любят страсти, они любят то, что страстно. Страсть означает, что надо победить. Вот, например, по полу. Это частентифичная страсть. Что-то цель победить. У нее нет никакой цели в жизни. Это страсть. Благость означает знание. Человек благость хочет знания. Не важно, что родитель, но он должен понять, как жить. Это благостная идея. Страстная дотица человека в жизни. Невежественная. Пробит доказать всем. Люди в невежестве, они доказывают свое. Фильмы из благости и невежества страстные. Невежество фильма – это когда кто-то, герой какой-то, доказывает свое. То есть он такой бревнышко взял, понес, всех по шее надавал, всех перестерял, и победил. Это невежество. Страсть – это когда фильм наполнен красотой такой. Мы все, как бы, такие, что ты успешный. Фильм наполнен успешностью. Мы туда достернился и добиваемся своего успешного. Мы успешны. А благостные фильмы – это фильмы про веру, про арчизму, про отношения глубокие и так далее. Понятно, все, что в жизни существует, у человека все раздвинено при свете. Когда человек в своей жизни постепенно переходит в благость, он выходит из стресса. Страсть рождает стресс, а невежество – это сам стресс. Если человек живет в стрессе, это значит, что он живет в невежестве. Люди в невежестве, они или живут в тумане, в брюне, то есть обычно они живут в реаниментоксикации, люди в невежестве. И обычно яйненькие люди. Потому что они живут в иллюзии, они ложное принимают за истинное. Люди в страсте, они живут на прижении, а люди в плакости живут в счастье. Счастье находится в настоящее время. Например, люди в страсте думают, когда лекция закончится. Люди в невежестве думают, что пошел, куда нафиг вообще очка. Болтают, болтают, сидят. И люди в благости и счастье идут на лекции. Три состояния. Люди в страсте говорят, что я вообще не против лекции, но у меня пьем и голодный дом. Все, в благости с ребенком, все будет хорошо. Понятно, да? Человек невежественный. Да я сам лекцию лучше тебя прочитаю. Три состояния. Люди в страсте уже находятся в стрессе, но об этом не знают, потому что они заглушают это состояние интоксикациями. Люди в страсте стремятся к стрессу, хотя не подозревают, потому что они думают, что они стремятся к счастью. Люди в благости и живут в счастье. Есть пять чувств, которые связаны с нашей жизнью. У людей в благости преобладает чувство слуха. Они через слух достигают истину, потому что чувство слуха питает разум и усиливает его. Оно связано с верой человека. Вера передается через звук. Поэтому люди в благости, те, которые развивают разум, они любят молитву, они читают молитву. С помощью звука сформируют свою жизнь. Люди в благости также имеют большое значение придают к активной чувствительности, потому что активное чувство тоже связано с разумом. Например, если человек ходит в грязной одежде, то разум входит в невежество. Если человек ходит в чистой одежде, то разум обретает чистоту и силу. Если человек рядом с кьяном человеком стоит, то в благостном человеке подвигается. Страстный толкает кого-то. А невежество по барабану, пьяным элементам. Ну то есть невежество человек к активному чувству не придает значения, он не моется, не умоняет. Благостный человек моется каждый день. Он содержит свое тело в чистоте. Страстный человек душится туками, то есть придает иллюзию чистоты. Ну, благостный тоже душится, но на чистое дело. Разница. Тактильное чувство связано с сексом. Секс – это тактильное чувство. Благостный человек, он придает этому очень важное значение и не занимается сексом с чем-то кем попалом. Страстный позволяет себе уйнуть. А невежеству все равно, то есть он делает как хочет, живет как хочет в этом плане. Следующее чувство – это чувство зрения. Имейте в виду, что вы говорите не про глаза и не про уши. Чувство слуха остается с человека после выхода из тонкого тела. Человек слышит, несмотря на то, что уши остались здесь. Есть чувство слуха, есть орден слуха. Орден слуха имеет другую природу. Чувство слуха принадлежит уму, тонкому телу ума. Именно тонкое тело ума наполняет ухо способностью слышать. А если уха нет, то человек с помощью силы тума может развить в себе способность слышать даже без уха. И человек с помощью концентрации энергии ума, сильной энергией ума способен развить в себе зрение даже без глаз. Так, Ганг, Ванга, например, видела без глаз. Абсолютно точно установлено, что она не могла за ноги. Она описывала не только человека, который приходил к ней, но также описывала всю его жизнь. Потому что ум видит гораздо больше, чем глаз. Так как чувство зрения принадлежит уму, но если человек начинает видеть умом, а не глазами, то он начинает видеть психику человека, начинает видеть его болезни, там и так далее. Понятно, да? Таких людей называют видящими. Но все, в принципе, видящие. Кроме тех, кто не видит, да? Но есть еще те, которые видят умом, а не глазами. Это редкий случай. Это надо сделать. Чувство зрения принадлежит уму. И глаза — это зеркало характера человека. То есть по глазам можно ходить, если человек находится или нет. И какой у него характер можно почувствовать по глазам. Следующее чувство — это чувство вкуса. Оно связано с психической энергией человека, или с правом. Поэтому, когда человек ест вкусную пищу для себя, он наполняется силой. Но вкусная пища может быть в благости, в страсти и в невежестве. Потому что вкусная означает дающая силу. Если человек живет в невежестве, ему нравится невежественная пища, и он ей наполняется. Она при этом разрушает его здоровье. Если человек живет в благости, ему нравится благостная пища, которая дает ему здоровье. Если человек живет в страсти, ему нравится в страстной пище. Поэтому самочувство «мравится» наполняется силой, дает силу человеку, но не факт, что дает здоровье. Поэтому иногда для того, чтобы перевоспитать человека, они дают диету, которая не вкусна. Это не вкусно, но это приводит к здоровью и меняет характер. Понятно, да? Итак, чувство вкуса дает человеку всему жить, но оно вслепое. Если уж говорить о самосохранении, то есть такое чувство, которое вызывается чувством обоняния, нюхать. Так вот, знаете, что именно чувство обоняния дает человеку возможность выжить, оно связано с другим делом. Видите, каждое чувство с чертой связано. Чувство слуха с разумом, так видно чувствуясь с умом и с разумом, чувство зрения с умом. Не по глазам мы с зубью человека, а по его поступкам и словам. Понимаете? Взгляд не всегда отражает личность, звук отражает. Потому что человек может действовать речью мыслью и действием. Три способа действовать. Все эти три способа принадлежат разуму. Разум действий, ум думает. Мыслью можно действовать, можно просто оттуда нужно. Чувство вкуса принадлежит к ранее психической энергии. Мы наполняемся силой, когда кушаем вкусную пищу. И чувство осязания, чувство обоняния, нюханье, оно принадлежит к грубому телу. Поэтому для здоровья нужно нюхать, что ты ешь. То есть животные сначала нюхают, потом едят. А люди сначала едят, а потом нюхают. С пивонянием. Все наоборот. Я проводил эксперименты. Если у короли запутать нос, она перестает есть. А если открывать нос, она ест. То что? Она нюхает. Если ей не нравится, она не ест. Знаете, что синильная кислота на вкус сладкая. И приводит к смерти мгновенно у человека. А на запах она пахнет смертью. Ее если человек проникал, есть и в жизни не будет. Вот продукт отравлен к кислотой осенения. Как определить? По запаху. Как определить, что пища недоброкачественная, ее нельзя есть. Она плохо пахнет. Но если человек выбирает вкус, он говорит, а мне нравится. Вкусная. Допустим, рыбка протухла, но ему нравится сама рыбка. Что это вот, рыбка ему нравится. И он думает, что прийти все равно съедут. Он ест и едет в больницу потом. Почему? Потому что он поставил чувство вкуса выше чувства запаха. Но даже собака так никогда не делает обычно. Ее не заставишь есть, чтобы плохо пахнет. Так вот крово-природа. Человек должен дать его дойти с помощью разума. Поэтому, когда вы кушаете что-то новенькое или непонятное, лучше понюхать сначала. Как определить продукт вообще? Приходит это пища? Хорошую иметь свойства или плохую? Допустим, взять лужи. Вы добавляете клей. Ну, сначала понюхайте. Предлагаю вам... Все подснается в сравнении. Берите пачку прожили. Не ухлите, идите по квартире. И когда вы дойдете до туалета, вы почувствуете похожий запах. В сравнении. В туалете понюхали люди. Пачку прожили. Похожие. Но в туалете находится то, что нельзя ездить. Так, можно определить, что дрожжи – это не самый лучший вариант питания. Ну, так, морских. Итак, есть пять чувств. Они связывают нас с объектами счастья. и приносят счастье и страдания. Допустим, если мне кто-то нравится, он это не приносит счастье. Если мне не нравится, я испытываю страдания. Музыка, объекты какие-то, зрительные, вкус – все это связано с умом. Счастье и страдания. Счастье и страдания. Он просто любит счастье. Он хочет счастье. И поэтому он ищет, где счастье, как притекает жизнь. Но ощущение счастья не всегда связано с тем, что разум хочет. Допустим, девушка понравилась какая-то, а я жена. Чувство зрения, как вы говорили, девушка красивая, иди знакомиться. А разум говорит, слушай, дурак, у тебя уже будет детей. Разум говорит, ты чёрт. Понимаете? Иногда чувство желания счастья вступает в конфликт с разумом. Если победа ожидает желания, ни разума, что тогда наступает? Страдания наступают. Причём человек сначала не догадывает, что у него страдания наступают. Потому что чувство счастья затуманивает человека. Чувство счастья может вести в иллюзию. Ощущение счастья, какое-то ложное, может вести в иллюзию. И он в состоянии полного удовлетворения говорит своей жене. Прощай. Со всех вокзалов поездам уходят дальние края. Прощай, прощай. Мы расстаёмся навсегда под белым небом января. Прощай. И ничего не говори, и ничего не обещай. А чтобы понять в маленький чай быстрее в небо посмотри. Понятная система, да? И это состояние вызывается по-русски «сорвало крышу». Ну, то есть человек теряет разум. Чувство, сильное чувство, приводящее к счастью, сильное счастье вызывает человека по-друге разума. Говорит, спился, влюбился, пропал на рыбалке, на охоте, пропал в в это в казино. Сильное чувство, азарт, сильное чувство. Охота, сильное чувство. Выпивка, сильное чувство. Влюблено, сильное чувство. Любое сильное чувство приводит к тому, что человек теряет себя. Он перестает понимать, как он раньше живет. Все это для него как в тумане становится. Ему хочется чего-нибудь новенького. И он стремится к этому всей силой. Таким образом, человек постепенно приводит себя к стрессу. потому, что в какой-то момент он все равно поймет, что он потерял и осознает конечный человек. Будет плакать когда-то своих детям, когда-нибудь в жизни. Может быть, через много лет, которых он бросил. Когда-нибудь. Абонир Алисинь. Абонир Алисинь. Продолжение следует...